Элли Реквин. Несчастливый город. Убийца Лис. Из сборника Несчастливый город. Романы. Перевод с английского. Москва. ЗАО. Центрополиграф. 2005 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Несчастливый город. Часть первая. Глава первая. Мистер Квин открывает Америку. Элли Реквин стоял на платформе Райтсвилдского железнодорожного вокзала, заваленной по колено багажом, и думал. Я чувствую себя адмиралом. Адмиралом Колумбом. Под карнизом здания вокзала, приземистого сооружения из красного кирпича, на ржавой тележке, сидели двое мальчишек в рваных синих комбинезонах. Они болтали грязными ногами, жуя резинку и без всякого выражения глазели на Элли Ри. Гравий вокруг вокзала был усеян лошадином навозом. По одну сторону железнодорожного полотна теснились двухэтажные каркасные домики и маленькие ловчонки. Очевидно, с этой стороны находился город, ибо на круто поднимающейся вверх мощеной булыжником улице, Квин узрел более высокие сооружения и зад удаляющегося автобуса. На другой стороне находились только гараж, бывший трамвай с надписью «Закусочная фила» и кузница с неновой вывеской. Все остальное вокруг заросло зеленью и выглядело более приятно. Местечко вроде бы не дурное, с энтузиазмом промормотал Элли Ри, ибо повсюду господствовали приятные глазу зелено-желтые цвета, и небо казалось более голубым, облака более белыми, чем виденные им когда-либо раньше. К тому же, похоже, именно на этом месте, где Райтсвиллский вокзал словно напоминал удивленной земле, что сейчас двадцатый век, встречались город и деревни. Отели Холлис, Аппемхаус и Келтон не смогли предложить приезжему свободный номер. Казалось, обогнав Квина, в Райтсвилл пришел туристический бум. Последнюю комнату в Холлисе у него из-под носа увел толстяк, на котором едва ли не буквально было написано «оборонная промышленность». Нисколько не обескураженный, Эллири оставил багаж в Холлисе и не торопя съел ленч в кафе, читая Райтсвиллский архив, газету, издаваемую и редактируемую Фрэнком Ллойдом. Он постарался запомнить побольше имен, упомянутых в ней в качестве местных знаменитостей, купил две пачки сигарет Пел-Мелл, затем приобрел в киоске план Райтсвилла и зашагал под жарким солнцем через вымощенную красным кирпичом площадь. У лошадиной кормушки в центре площади Элли Реквин задержался, чтобы полюбоваться Райтом, основателем города. Вероятно, некогда основатель был бронзовым, но теперь стоял покрытым хом, а каменной кормушкой, на которой он возвышался, очевидно, не пользовались годами. Типичный для Янки нос покрывал засохший птичий помет. Текст на табличке гласил, что Джезрил Райт основал Райтсвилл в 1701 году от Рождества Христова на месте бывшего индейского поселения, вспахал землю, построил ферму и стал процветать. Целомудренно чистые окна Райтсвиллского национального банка, возглавляемого президентом Джоном Ф. Райтом, улыбались Элли Реквину с другой стороны площади, и он улыбнулся им в ответ. Ох уж эти пионеры! Затем обошел круглую площадь, заглянув в магазин морской одежды «Сола Гауди», универмаг «Бонтон», винную лавку Данка Маклина и страховую контору Уильяма Кетчема. Обследовал три позолоченных шара над магазином Дж. П. Симпсона и в аптеке в Хай-Виллидж, принадлежащей Майрону Гарбику, наполненные красной и зеленой жидкостью стеклянные сосуды, и начал обозревать улицы, отходящие от площади, как спицы от центра колеса. Одна из них выглядела широким проспектом, на котором находились ратуши из красного кирпича, библиотека Карнеги, небольшой парк с высокими деревьями и группой новых белых домов, походивших на здания администрации, проектов работ. Другую спицу образовывала улица, где размещались магазины. Она была полна женщин в домашних платьях и мужчин в рабочей одежде. Сверившись с планом, Эллири выяснил, что это торговая улица, именуется Лоуэр-Мейн, и зашагал по ней. Увидев редакцию газеты «Райтсвиллский архив», заглянул в нее и обнаружил там старого Финни Бейкера, начищавшего до блеска печатный станок после утренней работы. Двинувшись дальше, он сунул нос в переполненную галантерейную лавку, миновал кинотеатр «Бижу» и агентство по продаже недвижимости «Дж-Эс-Петтигру», зашел в кафе «Мороженое Элла Брауна», съел порцию нью-йоркского колледжского и послушал болтовню загорелых парней и румяных девушек старшего школьного возраста. Свидания на субботний вечер назначались направо и налево, на танцплощадке в роще, которая, как понял Эллери, находилась у разъезда в трех милях по железнодорожному полотну и вход, куда стоил один доллар. «Только ради бога, Марш, держи свою мамашу подальше от автостоянки, ладно? Не хочешь, чтобы она нас застукала, как две недели назад, и довела тебя до слез?» Квин бродил по городу, вдыхая запах мокрых листьев и жимлости. Ему понравились чучело-орла в вестибюле библиотеки Карнеги, и пожилая библиотекаршу мисс Эйкин, который бросил на него резкий взгляд, словно предупреждая «Не вздумайте воровать здесь книги». И еще ему понравились извилистые узкие улочки Лоу-Вильдж. Там он зашел в универсальный магазин Сидни и Готча, где под предлогом покупки пачки жевательного табака старый моряк подышал запахом кофе, резиновой обуви, уксуса, сыра и керосина. Ему также понравились недавно открытый вновь механический цех и старая хлопкопредельная фабрика, расположенная по диагонали от памятника, павшим в Первой мировой войне. Сидни и Готч рассказал им об этой фабрике. Одно ее здание долгое время пустовало, затем в нем размещался обувной магазин, а затем оно опять оказалось бесхозным. Элли обратил внимание на дыры в его оконных стеклах. Это мальчишки из Лоу-Вильдж. По пути к увитому плющом дому на Лоу-Ардейт-стрит приходской школе Святого Иоанна летом бросали в них камни, а зимой снежки. Но теперь по фабрике рыскали охранники сыровым взглядом и кожными кобурами на бедрах. Поэтому ребятишки, по словам Сидни и Готча, пробегали мимо, предпочитая закусочную Мюллера на углу Уистлинка-Веню, а фабрика начала принимать военные заказы. — Сейчас в городе Бум неудивительно, что вы не смогли раздобыть комнату, — сообщил он. — У нас в Бетсе живут дяди из Сан-Пола и кузаны из Питцбурга. Короче говоря, Эль-Реквину понравилось все. Глянув на большие часы на пирамидальной крыше ратуши, он обнаружил, что уже половина третьего, и сжигал назад Клоэр Мэйн, не останавливаясь до тех пор, пока не добрался до офиса с вывеской «Дж-Эс-Петтигру» недвижимость. Глава вторая. Несчастливый дом. Когда Эль-Ри вошел в офис Петтигру, Дж-Эс дремал, положив ноги в солидного размера ботинках на стол. Он только что вернулся с еженедельного ленча, устраиваемого торговой палатой в Аппем-хаус, и его желудок был набит жареным цыпленком мамаши Аппен. Квин разбудил его и представился. — Моя фамилия Смит. Я только что прибыл в Райтсвилл. И подыскиваю небольшой меблированный дом с ежемесячной оплатой. — Рад познакомиться, мистер Смит, — отозвался Дж-Эс, влезая в габардиновый офисный пиджак. Ужасно жарко. Меблированный дом. Сразу видно, что вы не местный. В Райтсвиле нет меблированных домов, мистер Смит. — Тогда, возможно, меблированную квартиру? — То же самое. Дж-Эс зевнул. — Прошу прощения. Становится все жарче, не так ли? — Безусловно. — Согласился Эллири. Мистер Петти игру откинулся на спинку вращающегося кресла, вытащил зубочисткой из слоновой кости застрявший в зубах кусочек цыпленка и внимательно его осмотрел. — С жильем у нас проблема. — Да, сэр, люди сыплются в город, как зерно в кузов. Особенно для работы в механическом цехе. Одну минутку. Мистер Квинн послушно подождал, пока Дж-Эс щелчком не смахнул зубочистки кусочек мяса. — Мистер Смит, вы свои верны? Эллири удивился вопросу, но ответил, — едва ли. Дж-Эс просиял. — В таком случае? Начал он, но оборвал фразу. — А по какому делу вы здесь? — Не то, чтобы это имело значение, но... Эллири заколебался. — Я писатель. Риэлтор разинул рот. — Вы пишете рассказы? — В том числе, мистер Петтигру. Я пишу книги. Дж-Эс просиял еще больше. — Для меня честь познакомиться с вами, мистер Смит. Смит, странно. Я много читаю, но не припоминаю автора с такой фамилией. Как вы сказали ваше имя, мистер Смит? Я этого не сказал. Но меня зовут Эллири. Эллири Смит. — Эллири Смит. Задумчиво повторил Дж-Эс. Эльри Квинн улыбнулся. — Я пишу под псевдонимом. — А-а-а, под псевдонимом. Увидев, что мистер Смит продолжает молча улыбаться, Дж-Эс потер подбородок и спросил. — Полагаю, у вас есть рекомендации. — Плата за три месяца вперед послужит мне хорошей рекомендацией в Райцеле, мистер Петтигру. — Теперь улыбаться должен я, — усмехнулся Дж-Эс. — Пойдемте со мной, мистер Смит. У меня есть как раз такой дом, который вы ищите. — Что вы имели в виду, спросив, не суеверен ли я, — осведомился Эллири, когда они сели в гидовито-зеленый двухместный автомобиль Дж-Эс и отъехали от тротуара. — Это дом с привидениями? — Не совсем, — отозвался Дж-Эс. — Хотя с ним связана странная история. — Возможно, она подаст вам идею для очередной книги. — А? Мистер Смит согласился, что такое не исключено. Дом стоит на холме рядом с домом Джона Ф. Райта, президента Райтсвилдского национального банка. Это старейшее семейство в городе. Три года назад сэр, одна из трех его дочерей, средняя Нора, обручилась Джимом Хейтом. Джим был старшим кассиром в банке Дж-Эф. Он не местный, приехал в Райтсвилл из Нью-Йорка за пару лет до того с отличными рекомендациями. Начал помощником кассира и хорошо себя проявил. Джим — надежный парень. Он сторонился дурной компании, часто бывал в библиотеке, не слишком много развлекался, полагаю, только посещал кинотеатр Бижу. Луи Кейхена. Или стоял с другими ребятами на концертах духовного оркестра, наблюдая за девушками, жуя попкорн и поддразнивая их. Джим усердно работал и крепко стоял на ногах. Нам всем он нравился. Мистер Петтигру вздохнул, а Эллири про себя удивился, почему столь радужная характеристика действует на его свеседника так угнетающе. — Очевидно, мисс Норри Райту он нравился больше, чем остальным, — заметил он, чтобы смазать колеса повествования. — Верно, — кивнул Дж.Эс. Она была без ума от него. До появления Джима оно росло тихоней. Она носила очки и, вероятно, поэтому считала себя непривлекательной, так как сидела дома, читая, вышивая или помогая матери в ее организаторской работе, покуда Лола и Петти прогуливались с парнями. Но Дж.Эс изменил все это, сар. Он был не из тех, кого останавливают очки. Нора хорошенькая девушка. И когда Дж.Эс начал ухаживать за ней, она сразу изменилась. Дж.Эс нахмурился. — Очевидно, я слишком много болтаю. Но вы поняли суть. Когда Дж.Эс и Нора обручились, весь город считал их прекрасной парой, особенно после того, что произошло со старшей дочерью Джона, Лолой. — А что с ней случилось, мистер Пятигру? — быстро осведомился Эльри. Дж.Эс свернул на широкую сельскую дорогу. Они уже выехали из города, и обильная зелень радовала глаза Эльри. — Разве я сказал что-то о Лоле? — смущенно переспросил риэлтор. — Ну, она сбежала из дома с актером гастролирующей труппы, и через некоторое время вернулась в Райтсвилл разведенной. Дж.Эс поджал губы, и мистер Квинн понял, что больше он ничего не услышит о мисс Лоле Райт. Джон и Гермиона Райт решили подарить Джиму и их Норе на свадьбу меблированный дом. Джон отделил часть своего поместья и построил там дом рядом со своим, так как Гермия хотела, чтобы Нора жила как можно ближе к ним, поскольку они уже потеряли одну из своих девочек. — Лолу, — кивнул мистер Квинн, — вы сказали, что она развелась и вернулась сюда. — Значит, Лола Райт больше не живет с родителями? — Нет. — кратко отрезал Дж.Эс. Поэтому Джон построил для Джимми и Норы шестикомнатный домик по соседству. Гермион уж завезла туда ковры, мебель, портьеры, постельное белье, столовое серебро. Когда это все внезапно случилось? — Что именно? — спросил Эллири. — По правде говоря, мистер Смит, этого никто не знает, — признался риэлтор. — Никто, кроме Норы Райт и Джима Хейта. Все у них было прекрасно. Однако за день до свадьбы Джим неожиданно уехал. Сбежал. Это произошло три года назад, и с тех пор о нем никто ничего не слышал. Они ехали вверх по извилистой дороге. Эллири видел старые дома на зеленых лужайках, и вязы, клены, кипарисы, плакучие ивы, которые были куда выше их. На следующее утро Джон Ф. обнаружил на своем столе в банке заявление Джима об уходе, в котором ничего не говорилось о причине. И Нора тоже не проронила ни слова, просто закрылась в спальне, плакала там и не выходила ни к отцу, ни к матери, ни к сестре Патриции, ни даже к старой служанке Луди, которая практически вырастила трех девочек Райт. Моя дочь Кармел и Пэт Тирайт закадычные подруги, и Пэт обо всем рассказала Кармел. Пэт сама пролила много слез в тот день. Думаю, остальные тоже. А дом осведомился Крин. Дж. Эс подъехал к обочине и выключил мотор. Свадьбу отменили. Мы все думали, что это обычная ссора влюбленных, и Джим вот-вот появится снова. Но этого не случилось. Очевидно, разрыв был серьезным. Риэлтор покачал головой. Новый дом достроили, но оказалось, что жить в нем некому. Ужасный удар для Гемлеоны. Она стала распространять слух, что Нора дала отставку Джиму. Но... Да, подбодрил его Элери. Люди вскоре начали говорить, что Нора повредилась в уме, и что шестикоматный домик приносит несчастье. Несчастье? Дж. Эс кисл улыбнулся. Забавно, не так ли? Разумеется, дом не имеет отношения к разрыву Джимы. И Нора вовсе не сумасшедшая. Он презрит на фырку. Но это еще не все. Когда стало ясно, что Джим не вернется, Джон Эфф решил продать дом, который построил для дочери. Вскоре нашелся покупатель, родственник жены судьи Мартина, Клэрис по фамилии Хантер, из бостонской ветви семьи. Я оформлял сделку. Дж. Эс понизил голос. Даю вам слово, мистер Смит. Когда я повел этого мистера Хантера в дом для последнего осмотра. Перед подписанием договора, и мы зашли в гостиную, он сказал, — мне не нравится этот диван. Потом окинул комнату испуганным взглядом, схватился за сердце и упал передо мною замертво. Я после этого не спал целую неделю. Риэлтор вытер лоб. Док Уиллоби сказал, что это был сердечный приступ. Но город говорил, что все дело в доме. Сначала Джим сбежал, потом покупатель умер на месте. А в довершение ко всему какой-то репортеришка из архива Фрэнка Ллойда написал заметку о смерти Хантера и назвал место происшествия несчастливым домом. Фрэнк уволил его. Он дружит с Райтами. Что за чепуха? Усмехнулся Квинн. Тем не менее, покупателей больше не нашлось. Тогда Джон предложил дом в аренду, но тоже безрезультатно. Вы все еще хотите его снять? Разумеется, — весело отозвался Эллири. Дж. Эс снова завел машину. Похоже, несчастливая семья, а не дом. Одна дочь сбежала, у другой разбитое сердце. Младшая дочь хоть нормальная. Патриция, — Дж. Эс просиял. Самая хорошенькая и смышленая девушка в городе после моей Кармел. Она — невеста Картера Брэдфорда. Картер наш новый окружной прокурор. А ну вот мы и приехали. Риэлтор свернул на подъездную аллею дома в колониальном стиле, стоящего на склоне холма вдалеке от дороги. Дом и деревья на лужайке возле него были самыми большими из всех, что Эллири видел на холме. Рядом приютилось маленькое белое каркасное строение, окна которого были закрыты ставнями. Мистер Квинн поглядывал на него, поднимаясь к широкому крыльцу дома райтов. Дж. Эс нажал кнопку звонка, а старая Луди в одном из ее знаменитых крахмальных фарбков открыла дверь и осведомилась, какого рожна им нужно. Глава третья Знаменитый писатель собирается жить в Райтсвилле. — Я передам мистеру Джону, что вы пришли. Фыркнула Луди и отошла, гордо шествуя в своем фарбке с торчащими в разные стороны, как на голландском капоре, краями. — Очевидно, Луди знает, что мы приехали договариваться об аренде несчастливого дома. Усмехнулся мистер Петтигу. — Почему это заставляет ее смотреть на меня, так словно я нацистский гауляйтер? — поинтересовался Эллири. — Очевидно, Луди считает неподобающим для семейства Райт сдавать дома в аренду. Иногда я не знаю, кто больше гордит семейным именем — Луди или Герми. Эллири осмотрелся вокруг, отметив старинную мебель красного дерева, красивый камин из итальянского мрамора и по меньшей мере две недурные картины маслом. Дж. С. обратил внимание на его интерес. Гермиона сама подбирает картины. Она знает толк в искусстве. — А вот и Герми вместе с Джоном. Эллири поднялся. Он ожидал увидеть особу с крепкой фигурой и суровым лицом, но его глазам предстала миниатюрная женщина с ласковым материнским взглядом. Герми всегда обманывала ожидания незнакомцев таким образом. Дж. Фаулер Райт тоже был хрупким, маленьким человечком с загорелым лицом сельского жителя. В руке он держал альбом для марок. Эллири этот человечек понравился с первого взгляда. — Джон, это мистер Эллири Смит. Он подыскивает для аренды меблированный дом. Нервно заговорил Дж. С. — Мистер и миссис Райт. — Мистер Смит. Эм-м. Джон Эфрайт произнес тонким голоском, что он очень рад знакомству с мистером Смитом, а Герми протянул ему руку. Однако Эллири заметил ледяной блеск в ее голубых глазах и решил, что это один из тех случаев, когда самка опаснее самца. Поэтому он поздоровался с ней в высшей степени галантно. Герми немного оттаяла и запустила тонкие дамские пальчики в гладкие сидеющие волосы, как всегда делала, будучи довольной или взволнованной. — Конечно, — с почтением в голосе продолжал Дж. С. — Я сразу подумал о вашем превосходном шестикомнатном домике, Джон. — Мне не слишком нравится идея сдавать дом в аренду, Джон, — холодно произнесла Гермиона. — Не могу себе представить, мистер Петтигру. — Может быть, если вы узнаете, кто такой мистер Смит, — быстро проговорил Дж. С. — Гермина сторожилась, а Джон Ф. наклонился вперед в своем кресле у камина. — Ну и кто же он? — осведомилась Герми. — Мистер Хеллери Смит — знаменитый писатель, — сообщил Дж. С. — Знаменитый писатель? — ахнула Герми. — Господи, как неловко! Сюда, Луди, поставь все на кофейный столик. Луди со звоном опустила на столик графин с виноградным соком и лимонадным пуншем, в котором плавали кусочки льда и четыре красивых хрустальных бокала. — Я уверен, что вам понравится наш дом, мистер Смит, — быстро продолжила Герми. — Это настоящий сказочный домик. Я украшал его своими руками. Вы, случайно, не читаете лекции? Наш женский клуб? — Рядом хорошее поле для гольфа, — сообщил Дж. Ф. — На какой срок вы хотите арендовать дом, мистер Смит? — Несомненно, мистеру Смиту так понравится Райтсвилл, что он останется здесь надолго, — прервала мужа Герми. — Попробуйте пунш, Луди, мистер Смит. Джон Ф. слегка нахмылся. — Учитывая то, как процветает Райтсвилл, я, вероятно, вскоре смогу продать дом. — Помех не будет, Джон, — пообещал Дж. С. — Мы можем указать в договоре, что в случае появления покупателя мистер Смит освободит дом после заблаговременного уведомления. — Дела, дела, — весело промолвала Гермиона. — Пока что мистеру Смиту нужно осмотреть дом. — Мистер Петтигру, вы останетесь здесь и составите компанию Джону и его дурацким старым маркам. Пойдемте, мистер Смит. — Гермия висела на руке у Эллери всю дорогу от большого дома до маленького домика, словно опасаясь, что он улетит, если она его отпустит. — Конечно, мебель сейчас зачехлена, но она очень красивая, из американского клёна, с глазками и абсолютно новая. Взгляните, мистер Смит, разве не прелесть? — Гермия показала Эллери весь дом, от погреба до островерхого чердака, отделанную ситцем главную спальню, гостиную с её кленовой мебелью и нишами, заполненными предметами искусства, ковром и полупустыми книжными полками. — Да, да, — кивала измученная Эллери, — превосходно, миссис Райт. — Конечно, я постараюсь раздобыть для вас экономку, — с энтузиазмом заявила Гермия. — Господи, а где же вы будете работать? Мы могли бы переделать спальню на втором этаже в кабинет, вам ведь необходим рабочий кабинет, мистер Смит. Эллери выразила уверенность, что он прекрасно устроится. — Значит, вам понравился наш маленький домик. — Я так рада. Гермиона понизила голос. — Разумеется, вы в Райтеле инкогнито. — Какое впечатляющее слово, миссис Райт. В таком случае я позабочусь, чтобы, кроме нескольких наших ближайших друзей, никто не знал, кто вы, — пообещала Гермия. — Над чем вы планируете работать, мистер Смит? — Над романом, — ответил Эллери. — Действие которого происходит в типичном маленьком американском городке вместе с Райт. — Выходит, вы приехали сюда, чтобы почувствовать колорит, как изобретательно, и выбрали наш милый Райтсвилл. — Вы должны сразу же познакомиться с моей дочерью Патрицией, мистер Смит. Она такая смышленая дитя, уверенная, что Пэт поможет вам лучше узнать наш город. Спустя два часа мистер Эллери Квин подписался именем Эллери Смит в договоре об аренде меблированного дома номер 460 на Хилл Драйв сроком на шесть месяцев, начиная с 6 августа 1940 года с арендной платой 75 долларов в месяц, внесения авансом суммы за три месяца и обязательстве освободить дом через месяц в случае уведомления его продажи. — Должен вам признаться, мистер Смит, — сказал Дж. Эс, когда они вышли из дома Райтов, — что я на минуту затаил дыхание. — Когда? — Когда вы взяли у Джона Эф ручку и подписали договор. — Задержали дыхание? — Эллери нахмурился. — Почему? — Дж. Эс усмехнулся. — Вспомнил, как бедняга Хантер свалился мертвым в этом несчастливом доме. — Но вы, слава богу, живы-здоровы. Он сел в свой автомобиль и, не переставая ухмыляться, поехал в город забирать вещи Эллери из отеля Холлис, а Квин остался на подъездной аллее Райтов, испытывая легкое раздражение. Возвращаясь в свою новую резиденцию, он ощущал покалывание в спине. Теперь, когда Эллери удалось вырваться из тисков миссис Райт, дом показался им каким-то незавершенным и пустым, как космическое пространство. Он едва не произнес про себя слово «нечеловеческим», но успел взять себя в руки. — Несчастливый дом! — Это все равно, что назвать Райт, сел несчастливым городом! Квин снял пиджак, засучил рукава рубашки и взялся за работу. — Мистер Смит, — послышался испуганный голос, — что вы делаете? Эллери виновата бросил мебельный чехол. Гермиона Райт с пылающими щеками, ее седые волосы на сей раз отнюдь не выглядели приглаженными, влетела в комнату. — Не смейте ничего трогать! — Входи, Альберто! Мистер Смит тебя не укусит! В комнату робко-шаркая ногами вошла мужеподобная женщина. — Мистер Смит, это Альберто Манаскас! — Уверен, что вы найдете ее услуги вполне удовлетворительными, не стой на месте, Альберто. Начни сверху! Альберто быстро вышло. Эллери пробормотал слова благодарности и опустился на битый ситцем стул, покуда миссис Райт атаковала комнату с приводящей ужас энергии. — Мы живо наведем здесь образцовый порядок. Кстати, надеюсь, вы не будете возражать. По пути в город за Альберто я случайно заглянула в редакцию газеты «Архив». Фу-фу, но и пыль. И имела конфиденциальный разговор с Фрэнком Ллойдом, редактором и издателем. Сердце Эллери тревожно заколотилось. — Между прочим, я взяла на себя смелость заказать для вас у Логана мясо и бакалею. Хотя, конечно, сегодня вечером вы победите с нами. Господи, неужели я забыла? Электричество, газ, вода, нет, кажется, я подумала обо всем. Ах да, телефон. Завтра утром я займусь этим в первую очередь. — Как бы мы ни старались, мистер Смит, рано или поздно все узнают, что вы в Райтсвилле. А Фрэнк, являясь газетчиком, будет вынужден поместить о вас статью. Поэтому я решила в порядке личного одолжения попросить его не упоминать, что вы знаменитый писатель. — Пэтти, малышка, Картер, дорогие мои, у меня для вас есть такой сюрприз. Эллири поднялся в поисках пиджака. Единственной его связанной мыслью в тот момент было, что у девушки глаза цвета ключевой воды, играющие на солнце. — Так вы знаменитый писатель, — заговорила Патриция Райт, рассматривая его, слегка склонив голову на бок. Когда папа только что рассказал Картеру и мне, какую добычу отхватила мама, я подумал, что увижу поэта в мешковатых брюках с меланхолическим взглядом и брюшком, очень рада. Эллири Квин что-то пробормотал, пытаясь выглядеть учтивым. — Разве это не чудесно, дорогая? — воскликнула Герми. — Вы должны извинить меня, мистер Смит. Я знаю, что вы считаете меня жуткой провинциалкой, но я просто потрясена, Пэт. Дорогая, представь Картера. — Прости, Картер, я совсем забыла. Мистер Смит, мистер Братфорд. Пожимая руку высокому молодому человеку, показавшемуся ему толковым, но обеспокоенным, Эллири подумал, не озабочен ли он тем, как удержать мисс Патрицию Райт и сразу же проникся к нему сочувствием. — Полагаю, — вежливо произнес Картер Братфорд. — Мы все, наверное, кажем с вам провинциалами, мистер Смит. В какой области литературы вы работаете? — В области билетристики, — ответил Эллири, чувствуя, что ему объявили войну. — Я очень рада, — повторила Пэт, окидывая Эллири взглядом. Картер тут же нахмурился, а Квинн просиял. — Я приберу эту комнату, мама. — Вы не оскорбите мои чувства, мистер Смит, если после того, как мы прекратим вмешиваться в вашу жизнь, вы снова все пересталите. Но пока... Наблюдая, как Пэт Райт приводит в порядок его жилище под подозрительным взглядом Картера Братфорда, Эллири подумал, — Может быть, святые каждый божий день будут насылать на меня подобные несчастья. Картер, мальчик мой, мне очень жаль, но я намерен подружиться с вашей Пэтти. Настроение Эллири не ухудшилось, когда GS5 Тигру, вернувшись из города с его багажом, продемонстрировал последний выпуск Райтсвилдского архива. Фрэнк Ллойд, редактор и издатель, сдержал данные Гермионе Райтс-слово чисто формально. В заметке он упоминал о приезжем только как о мистере Эллири Смите из Нью-Йорка, но заголовок гласил «Знаменитый писатель собирается жить в Райтсвилле». Глава четвертая. Три сестры. Мистер Эллири Смит произвел сенсацию среди высшего света на холме и местных интеллектуалок. Мисс Эйкин, библиотекарши, изучающие греческий, миссис Холмс, преподающий литературу в Райтсвилдской средней школе, и, конечно, Эмилин Дюпре, которую непочтительные жители города именовали городской плакальщицей, и которые, тем не менее, завидовали и молодые, и старые, ибо на ее доле выпало чудесное везение стать его соседкой. Дом Эми Дюпре находился по другую сторону от дома Элли. Автомобильное движение по хилл-драйв неожиданно резко возросло. Интерес был настолько всеобъемлющим, что Эллири не удивился его, если бы Райтсвилдская автобусная компания организовала экскурсионный маршрут к его дому. Затем посыпались приглашения на чай, обед, ленч, а Эмилин Дюпре пригласила его даже на завтрак, да помогли поговорить об искусстве в атмосфере утренней свежести, когда рассающе не исчезнет с травы. Бен Данцик, владелец книжного магазина-библиотеки в Хай-Виллидж, торговавший заодно и канцтоварами, говорил, что у него еще никогда не покупали дорогую пищу и бумагу в таком количестве. Поэтому Эллири начал с нетерпением ожидать утренних часов, когда Пэт заходила за ним в пулове и слаксах и увозила его на экскурсии по округу в своем автомобиле с откидным верхом. Она знала абсолютно всех в Райтсвилле и в поселке Слоукем и знакомила Эллири с людьми по фамилии О. Халлеран, Жембрунский, Джонсон, Даулинг, Голдбергер, Венутти, Жакар, Владислаус и Бродбек машинистами, слесарями, конвейерами рабочими, фермерами, лавушниками, наемными работниками, белыми, черными и коричневыми, с детьми разного возраста и разной степени чистоты. Благодаря широчайшему кругу знакомств мисс Райт записная книжка мистера Квина вскоре наполнилась забавными жаргонными словечками и информацией об обедах на двоих, сорок, происходивших субботними вечерами на шестнадцатом шоссе, танцах, джазовых конкурсах, полуденных фабричных гудках, обилии дыма, смеха и толчье, короче говоря, об американском говорите в Райвилдском издании. — Не знаю, что бы я делал без вас, — признался Эллири однажды утром, когда они возвращались из Лоу-Вильдж. — А, но ведь на первый взгляд вы кажетесь девушкой, чье место скорее в загородном клубе или церковной общине. — Я и там состою, — усмехнул Эспет. — Но, кроме того, я изучала в колледже социологию, в июне получилась степень, и, по-видимому, просто не могу удержаться, для того, чтобы не практиковаться на беспомощном населении. Если война продолжится... — Молочный фонд, — осведомился Эллири, — или что-то в этом роде. — Варвар. — Молочные фонды маминой епархии. — Социология, дорогой мой, занимается не только кальцием для роста костей, это наука цивилизации. Вот взять, к примеру, Жембрунских. — Избавьте меня от них. — взмолился Эллири, уже успевший познакомиться с Жембрунским. — Между прочим, Пэтти, что обо всем этом думает ваш местный прокурор, мистер Братфорд? — Обо мне и о социологии? — Обо мне и о вас. — О-о-о! Пэт с довольным видом тряхнула волосами. Карта ревнует. — Послушайте, малютка, только не начинайте разыгрывать благородство, — прервала Пэт. — Беда Карта в том, что он слишком долго воспринимает меня как нечто само собой разумеющееся. Мы практически выросли вместе, ему полезно немного поревновать. — Не думаю, что я буду наслаждаться ролью возбудителя любви, — улыбнулся Эллири. — Что вы? Пэт была шокирована. — Вы мне нравитесь. — Это делает вас и все куда более забавным. Она искоса посмотрела на него. — Кстати, вы знаете, о чем поговоривают люди? — Ну и о чем же? — Вы сказали мистеру Петтигру, что вы знаменитый писатель. — Мистер Петтигру добавил прилагательное «знаменитый» по собственной инициативе. — Вы также сказали, что не пишете под именем Эллири Смит, а используете псевдоним, но не сообщили, какой именно. — Конечно, не сказал. — Поэтому люди говорят, что вы, возможно, вовсе не знаменитый писатель. — Какие люди? — Разные. — Вы думаете, что я мошенник? — Не важно, что думаю я, — отрезала Петтигру. — Но вам следует знать, что состоялся просмотр картотеки фотографий писателей в библиотеке Карнеги, и мисс Эйкин заявляет, что вы там отсутствуете. — Тьфу, — ты воскликнул Эллири, — просто я не настолько знаменит. Именно так я ей и ответила. Мама пришла в ярость при одной мысли об этом, но я сказал ей, — а откуда мы знаем, мама? — И что вы думаете, бедная мама всю ночь не могла сомкнуть глаз? Оба засмеялись. — Кстати, — спросил Эллири, — почему я до сих пор не встречал вашу сестру Нору? Она нездорова. И его удивилось, что Петт сразу перестала смеяться при упоминании имени сестры. — Нора? — переспросила она, голосом лишенным всякого выражения. — С ней все в порядке. Давайте на это утро закончим, мистер Смит. Вечером Гермиона официально продемонстрировала новые сокровища. Круг приглашенных был самым интимным. Только судья Мартина, его жена Клейс, доктор Уиллуби, Картер Брэдфорд, Табита Райт, единственная оставшаяся в живых сестра Джона Ф. Из тех чопорных Райтов, которые до конца так не приняли Гермиону, Блуфилд. И Фрэнк Ллойд, редактор и издатель газеты «Архив». Ллойд разговаривал с Картом Брэдфордом о политике, но бы только притворялись заинтересованными беседой. Картер бросал испепеляющие взгляды на Пэт и Эллери, занявших кресло на двоих возле итальянского камина. А, похоже, и на бурого медведя Ллойд беспокойно посматривал на лестницу в прихожей. Фрэнк был влюблен в нору еще раньше Джима, и до сих пор без ума от нее, объяснил Эпет. Когда здесь появился Джим Хейт, и нора в него влюбилась, Фрэнк воспринял это очень скверно. И обследовав в другом конце комнаты монументального газетчика, Эллери про себя признал, что Фрэнк Ллойд может быть опасным противником. Его глубоко запавшие зеленые глаза поблескивают сталью. А когда Джим сбежал, Фрэнк сказал, что «Да, неважно». Пэт вскочила с кресла «Я слишком много болтаю», и она подбежала к мистеру Брэдфорду, чтобы разбить очередной кусочек его сердца. Вечернее платье из голубой тофты слегка шуршало при каждом ее движении. «Майлоу!» — это тот самый Эллери Смит, — с гордостью объявила Герми, подойдя к Эллери в сопровождении громоздкого и неуклюжего доктора Уиллоби. «Не знаю, мистер Смит, оказываете вы хорошее или плохое влияние?» — усмехнулся врач. «Я только что принимал очередные роды у жакаров, окша деканации. На сей раз стройне. Единственная разница между мной и доктором Дефоу состоит в том, что ни одна леди в нашем округе не оказалась настолько предусмотрительной, чтобы выносить более четырех детей одновременно. Вам нравится наш город?» «Я влюбился в него, доктор Уиллоби». «Да, городок неплохой. Герми, где моя выпивка?» «Если вы достаточно терпимы», — фыркнул судья Мартин, подходя к ним вместе с повисшей у него на руке Кларис. Судья был худощавым человечком с сонными глазами и суковатыми манерами. Он напомнил Эльви мистера Татта из книги Артура Трейна. «Эллай Мартин!» — прикрикнула на него супруга Кларис. «Не обращайте внимания на моего мужа, мистер Смит. Он злится из-за того, что ему пришлось надеть смокинг, и срывает это на вас, так как вы тому причина. Герми, все просто великолепно!» «Ничего особенного!» — пробормотала довольная Герми. «Всего лишь маленький интимный обед Кларис. Терпеть не могу эти тряпки!» — буркнул судья, теребя галстук бабочку. «А ты чем недовольна, Тоби-то?» «Комедиант!» — фыркнула сестра Джона Ф., сердит и глядя на старого юриста. «Представить не могу, Элай! Что может подумать о нас, мистер Смит?» Судья Мартин сухо заметил, что если мистер Смит подумает о нем хуже из-за того, что ему неудобно в вечернем костюме, то он, в свою очередь, подумает хуже о мистере Смите. Кризис предотвратила появление Генри Клея Джексона. Генри Клей был единственным вышкальным дворецким в Райцеле, и дамы из высшего общества под жестоким воздействием коммунизма были вынуждены делить его самого и вопоношенный черный костюм. Подчиняясь неписанному закону, они нанимали Генри Клея только при торжественных случаях. «Обед подан!» — возвестил Генри Клей Джексон. Нора Райт Появилась внезапно между жареной и бараниной в мятном желе и ананасовым муссом. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Затем Гермиона произнесла вибрирующим голосом. «Нора, дорогая!» — Джон Ф. радостно воскликнул с набитым солеными орехами ртом. «Нора, малышка!» — а Кларис Мартин ахнула. «Нора, как я рада тебя видеть!» После чего чары были разрушены. Эльери поднялся на ноги первым, а Фрэнк Ллойд — последним. Его бычья шея под всклокоченными волосами приобрела кирпичный оттенок. Пэт спасла положение. «Нашла время спуститься к обеду, Нора!» — быстро проговорила она. «Мы так что доели лучшую баранину, Луди, мистер Смит, Нора!» Девушка протянула Эльери руку. На ощупь она казалась хрупкой и холодной, как кусок фарфора. «Мама все рассказала мне о вас!» Голос Нора звучал так, словно она надо мной им не пользовалась. «И теперь вы разочарованы?» «Вполне естественно!» — улыбнулся Эльери, взявшись за стул, чтобы придвинуть его норь. «Вовсе нет!» «Здравствуйте, судья!» «Миссис Мартин, тетя Табита, доктор Картер!» «Привет, Нора!» — проворчал Фрэнк Ллойд. Бесцеремонно отобрав стул у Эльери, он придвинул его норь. Она села, слегка покраснев. В следующий момент Генри Клей принес великолепный мусс в форме книги, и все сразу заговорили. Нора Райт сидела, сложив руки ладонями вверх, и искривив бесцветные губы в подобии улыбки. Очевидно, она тщательно подготовилась к выходу. Полосатое вечернее платье было свежим, с аккуратно собранными складками, ногти выглядели безупречно, а из прически не выбивалась ни единая прядь каштановых с вишневым отливом волос. Эльери внезапно представилась. Эта хрупкая девушка в очках, хлопочущая в ее спальне наверху, возящаяся с ногтями, волосами, платьем так долго, что она на целый час опоздала к обеду. Теперь же Нора выглядела опустошенной, как будто усилие достичь совершенства изнурили ее и оказались ненужными. Она слушала беспечную болтовню Эльери, сделанной улыбкой, слегка опустив бледное лицо, не прикасаясь ни к мусу, ни к кофе, и время от времени бормоча односложные ответы, и казалось не то, чтобы скучающий, а скорее смертельно усталый. — Прошу меня извинить, — произнесла Нора так же неожиданно, как появилась и встала. Разговоры вновь прекратились. Фрэнк Ллойд вскочил и отодвинул стул Норы, пожирая ее голодным взглядом. Улыбнувшись, ему и остальным она поплыла к арке, идущей в прихожую, постепенно ускоряя шаг, и вскоре скрылась. Только тогда все опять заговорили. Возвращаясь в теплых сумерках домой, мистер Квинн мысленно просеивал накопившиеся за вечер зерна впечатлений. В небе светила луна, похожая на огромную камею, листья вяза в тифо шелестили, воздух наполняли ароматы цветов гермионы Райт. Но когда Эллири увидел маленький родстер, автомобиль с открытым двухместным кузовом, складным верхом и откидным задним сидением, припаркованный у тротуара возле его дома, все очарование тут же испарилось. Ночь стала самой обыкновенной, хотя что-то, несомненно, должно было произойти. Темно-серое облако закрыло луну, и Эллири двинулся по краю лужайки к маленькому домику. На крыльце мелькал огонек, двигающийся взад-вперед на высоте пояса стоящего человека. — Полагаю вы, мистер Смит! — в крепловатом женском контральто слышались насмешливые нотки. — Привет! — отозвался Эллири, поднимаясь по ступенькам крыльца. — Не возражаете, если я включу свет? Тут чертовски темно. Ради бога! Мне так же любопытно взглянуть на вас, как вам на меня. Эллири повернул выключатель. Женщина свернула с калачиком в кресле качалки, глядя на него сквозь вуаль сигаретного дыма. Сизая замша слаксов плотно облегала ее бедра, а к шамировой свитера в обтяжку дерзко подчеркивал форму груди. У Эллири создалось впечатление чего-то грубоватого, перезрелого и становящегося горьким. Женщина засмеялась, как ему показалось слегка нервно, и выбросила сигарету через перила крыльца в темноту. — Можете выключить свет, мистер Смит? — Я выгляжу пугалом, а кроме того не хочу смущать мое семейство, давая знать, что нахожусь от него в непосредственной близости. Эллири послушно погасил свет. — Значит, вы Лола Райт? Дочь, которая сбежала, вернулась разведенной, и о которой Райты никогда не упоминают. — Как будто вы сами не знаете! — Голос снова засмеялась, и смех перешел в икоту. — Прошу прощения, седьмой икани после седьмого скотча. Я ведь тоже по-своему знаменита пьющая девушка из семьи Райт. Эллири усмехнулся. — Я уже слышал злобную клевету. — А я была готова возненавидеть вас за всю подобострастную болтовню по вашему адресу, но вижу, что вы отличный парень. Пожмем друг другу руки. Качалка скрипнула, послышались нетвердые шаги, и влажная ладонь нащипала шею Эллири. Он охватил ее за руки, чтобы удержать отпадение. — Вам следовало остановиться на шестой порции. Лола прижала ладони к крахмальной рубашке Эллири и оттолкнула его. — Этот тип думает, что Лола пьяна в стельку. Послышались шаги в обратном направлении, и качалка скрипнула вновь. — Ну, мистер знаменитый писатель Смит, что вы думаете обо всех нас? Пигмеи и гиганты, сладкие и кислые, уродцы с торчащими зубами и красавцы из глянцевых страниц журналов. Хороший материал для книги. — А, первоклассный. — Вы приехали в нужное место. Лола Райт зажгла очередную сигарету, пламя заметно подрагивала. — Райтсвилл! — Сплетни, злоба, нетерпимость. — Здесь великая американская помойка. Здесь приходится больше грязного белья на каждый квадратный дюйм, чем в Нью-Йорке или Марселе. — Ну, не знаю, — возродил Эллири. Я провел много времени, изучая место, и оно показалось мне весьма приятным. — Приятным! Лола рассмеялась. — Вы меня удивляете. Я здесь родилась. Это червивое, слякотное местечко, гнездо всяческой скверны. — Тогда почему вы сюда вернулись? — рассведомился Квинн. Красный огонек сигареты три раза нервно дернулся. — Не ваше дело. — Вам нравится моя семья? — Очень. — Вы похожи на вашу сестру Патрицию, столь же эмоциональны. — Только Петтия молода, а мой свет уже гаснет. Лола помолчала. — Полагаю, вам приходится быть любезным со старой перечницей по фамилии Райт. — Слушайте, братец Смит, не знаю, зачем вы приехали в Райтсвилл, но если вы будете якшаться с моей роднёй, то услышите многое, малютки Лоли. Я плевать хотел на то, чтобы мне думают в Райтселе, но чужие другое дело. — Господи, я всё ещё тщеславна. — Я ничего вас не слышал от ваших родственников. — Вот как? Она снова засмеялась. — Сегодня вечером мне так и тянет исповедаться. Вы ещё услышите, что я пью. — Это правда. Я научилась пить у... Короче говоря, научилась. Вы услышите, что меня видят в самых жутких местах города? И что самое худшее в одиночестве? Можете вообразить, меня считают насквозь порочной. Я всего лишь делаю то, что хочу, а эти стервятницы из холма готовы вонзить в меня когти. Лола умолкла. — Как насчёт того, чтобы выпить? — спросил Элли. — Не сейчас. — Я не виню, мать. Она такая же ограниченная, как все остальные. Социальное положение значит для неё всё. Если я согласился играть по их правилам, ей хватило бы мужества принять меня назад. Только я не стану этого делать. Это моя жизнь, а правила пусть катятся к чёрту. Вы меня понимаете? Ну, говорите. — Понимаю. Лола опять помолчала. — Наверное, я вам наскучила. — Доброй ночи. Я хотел бы повидать вас снова. — Нет. — До свидания. Её туфли царапнули невидимый полкрыльца. Элли вновь повернул выключатель. Лола прикрыла ладонью глаза. — Я провожу вас домой, мисс Райт. — Спасибо. — Нет, я... Она не договорила. Из темноты внизу донёсся весёлый голос Патриции. — Эллири, могу я подняться и выкурить с вами на ночь сигарету. Картер уехал домой, а я увидела на вашем крылечке свет. Она тоже оборвала фразу. Две сестры уставились друг на друга. — Привет, Лола. Патриция сбежала по ступенькам и горячо поцеловала сестру. — Почему ты не сказала мне, что придёшь? Мистер Квинн быстро выключил свет, но он успел увидеть, как Лола на момент прижалась к более высокой младшей сестре. — Отойди, Лакса, — послышался приглушённый голос Лолы. — Ты портишь мне прическу. — Верно, — весело отозвалась Пэт. — Знаете, Эллири, моя сестра — самая привлекательная девушка в Райтсвилле, но она упорно прячет свою красоту под старыми слаксами. — Ты славная малышка, Пэт, — произнесла Лола, — но не старайся, это не сработает. — Лола, дорогая, — жалобно проговорила Пэт, — почему бы тебе не вернуться? — Пожалуй, — заметил Эллири, — а я отойду взглянуть на те кусты гортензии. — Не надо, — остановила его Лола, — я ухожу. — Лола, — в голосе Пэт слышались слёзы. — Идите, мистер Смит, она плакса, вечно хнычит, как дитя. Перестань, Пэт, для нас обоих это уже в прошлом. — Со мной всё в порядке, — Пэт высморклась в темноте. — Я отвезу тебя домой. — Нет, Пэт, — спокойной ночи, мистер Смит, — спокойной ночи. И я передумала. Приходите выпить со мной в любое время, когда вам будет удобно. Пока плакса. И Лола удалился. Когда звуки её двухместного автомобиля выпуска 1932 года замерли вдали, Пэт пробормотала. Лола живёт в двухкомнатной квартирке в Лоу-Виллидж возле механического цеха. Она не брала деньги у мужа, который оставался крысой до конца дней, и не берёт хупапы. На ней одежда шестилетней давности, часть её приданого. Она зарабатывает на жизнь, давая уроки игры на фортепиано, талантом из Лоу-Виллидж за пятьдесят центов в час. Почему она остаётся в Райцеле, Пэт? Что привело её сюда после развода? Разве лососи или слоны или ещё кто-то не возвращаются на место рождения, чтобы умереть? Иногда я думаю, что Лола прячется. Шёлковая тафта Пэт внезапно зашелестела. Вы заставляете меня говорить. Доброй ночи, Элли. Доброй ночи, Пэт. Элли Риквин долго смотрел в темноту. Ему повезло. Сюжет начинал обретать форму. Но где преступление? И оно уже произошло. Элли Риквин лёг спать в несчастливом доме, думая о событиях прошлого, настоящего и будущего. В воскресенье, 25 августа, во второй половине дня, спустя почти три недели после прибытия Эллири в Райтсвилл, он курил на крыльце после обеденную сигарету и наслаждался невероятной красотой закатом, когда такси Эда Хопчкиса въехало на холм и со скрипом затормозило у дома Райтов. Из машины выскочил молодой человек с непокрытой головой. Элли Риквин ощутил внезапное возбуждение и поднялся, чтобы лучше видеть. Молодой человек что-то крикнул Эду Хопчкису, сбежал по ступенькам и нажал кнопку звонка. Двери открыла старая Луди. Эллири видел, как ее пухлая рука взметнула, словно отражая удар. Затем Луди скрылась в доме, и молодой человек последовал за ней. Дверь захлопнулась. Через пять минут она распахнулась вновь. Молодой человек выбежал из дома, сел в поджидавший его такси и крикнул шоферу «Поехали!» Эллири медленно сел. Неужели? Скоро это станет ясно. По лужайке к нему уже бежала Пэт. Эллири, вы ни за что не догадаетесь! Джим Хейт вернулся, сказал Эллири. Пэт уставилась на него. Вы просто чародей! Представьте себе, после стольких лет, после того, как он сбежал от норы, я все еще не могу в это поверить, Джим выглядит гораздо старше, он кричал, что должен видеть Нору, где она, почему не спустилась. Да, он знает, что папа и мама о нем думают, но это может подождать. И все это время он размахивал кулаком перед носом бедного папы и подпрыгивал на одной ноге, как маньяк. А что произошло потом? Я побежала наверх сообщить Норе, она побледнела, как смерть, плюхнулась на кровать и заплакала. Сказала, что ей лучше было бы умереть, что она не желает видеться с Джимом, даже если он приползет к ней на четвереньках, ну, обычный бабий треп. Бедная Нора! У Пэт глаза тоже были на мокром месте. Я знала, что спорить бесполезно, Нора бывает страшно упрямой. Когда я рассказал о Джиму о ее реакции, он возбудился еще сильнее и хотел побежать наверх, но папа рассверепел, встал у подножья лестницы, размахивая лучшей клюшкой для гольфа, как Гораций на мосту, и велел Джиму убираться вон. Публий Гораций Коклес, легендарный древнеримский герой, в одиночку бронявший от этрусков мост через Тибру. Ну, Джиму пришлось бы нокаутировать папу, чтобы попасть на лестницу, поэтому он выбежал из дома, крича, что увидит Нору, даже если ему понадобится взорвать дом. А я тем временем пыталась привести в чувство маму, которая удачно свалилась в обморок в качестве отвлекающего маневра. Мне нужно возвращаться. Пэт побежала к дому, но остановилась и повернулась. — Чего ради я примчалась к вам с самыми интимными подробностями наших семейных дел, мистер Элли Рисмит? — Возможно, потому что у меня доброе лицо, — улыбнулся тот. — Бросьте ваши шутки. По вашему яду... Пэт закусила губу, покраснела под загаром и побежала дальше. Квин зажег очередную сигарету не совсем твердыми пальцами. Несмотря на жару, он внезапно почувствовал озноб. Бросив недокуренную сигарету в траву, Элли Рисмит направился в дом доставать пишущую машинку. Глава пятая. Возлюбленный возвращается. Габиорум, безумный начальник железнодорожной станции, видел, как Джим Хейт сходил с поезда и рассказал об этом Эмилин Дюпре. К тому времени, как Эд Ходчкис высадил Джима у Аппем Хаус, где мамаша Аппем в память о старых временах ухитрилась выкроить для него койку, Эмми Дюпре успела обзвонить почти всех в городе, кроме отправившихся на пикник в сосновую рощу и плававших по Слоукемскому озеру. Как выяснил Квин, шатаясь в понедельник по городу и держа ушки на макушке, мнения разделились. Дж. С. Петтигру, Дональд Маккензи и прочие представители городской элиты, половина из которых состояла в загородном клубе, а другая половина занималась торговлей, считали, что Джима Хейта следует посадить в поезд и отправить туда, откуда он прибыл. Да, мы категорически возражали. Заявляю, что Джим — славный молодой человек, а в том, что произошло между ним и Норой Райт три года назад, наверняка виноват не он. Фрэнк Ллойд исчез. Финни Беккер сказал, что его босс охотится в горах Махогани. Забавно, что Фрэнк Ллойд отправился на охоту на следующее утро после возвращения Джима Хейта в Райтсвилл. Презвительно фыркнула Эмилин Дюпре. Конечно, этот пустозвон просто сбежал. Эмми была разочарована тем, что Фрэнк не взял ни одного охотничьего ружья и не отправился выслеживать Джима на улицах Райтсвилла, как виргинец в романе Оуэна Уистера, воплощенный на киноэкране Гарри Купером. Старая пьяница Эндерсон — проблема всего города, обнаруженный Квинном в Лоу-Виллидж в понедельник, в полдень, лежащим на каменном пьедестале памятника, павшим на мировой войне, поскреб давно небритую щетину и заявил «О, как бездарно и глупо!» «Вы хорошо себя чувствуете, мистер Эндерсон?» с беспокойством осведомился Элли. «Лучше не бывает, сэр. Но моя точка зрения совпадает с двадцать шестой притчей Соломоновой, которая гласит «Кто роет яму, тот упадает в нее!» «Конечно, имею в виду возвращение Джима Хайта в этот мерзостный городишко, по сей шведе, русар!» Дрожжи всей этой закваски вели себя очень странно. Вернувшись в Райтсвилл, Джим Хейт заперсав в своей комнате в Аппем Хаус, по словам Маши Аппем, ему даже пищу подавали туда. А бывшая затворница Нора Райт начала понемногу появляться, хотя, конечно, не на публике. В понедельник, во второй половине дня, она наблюдала, как Пэт и Элли играли в теннис на травяном корте за домом Райтов, лежа в шезлонге на солнце, прикрыв глаза темными очками поверх обычных, и даже улыбалась. Вечером Нора вместе с Пэт и враждебно настроенным Картером Брэдфордом посетила Эллири с целью узнать, как продвигается ваша книга, мистер Шмит. Альберта Манна сказ подала чай с овсяным печеньем, а Эллири обращался с Норой так, словно она заходила к нему ежедневно. Во вторник вечером у Райтов играли в бридж. Картер Брэдфорд обычно приходил к обеду и играл в паре с Пэт против Гермиона и Джона Эф. Герми подумала, что 27 августа было бы неплохо позвать мистера Смита в качестве пятого игрока, и Эллири охотно принял приглашение. Сегодня вечером я предпочитаю наблюдать, заявила Пэт. Картер, ты будешь играть с мамой против Эллири и папы, а я ограничусь критическими замечаниями. Давайте начинать, мы теряем время, призвал собравшихся Джон Эф. Ставки и Смит, выбор ваш. Мне все равно, отозвался Эллири, уступаю эту честь Брэдфорду. В таком случае быстро предложила Герми. Давайте играть на десятку. Картер, почему прокурорам не платят больше? Внезапно ее лицо прояснилось. Когда вы станете губернатором... Цент за очко, объявил Картер, его худощавое лицо подоградело. О, Картер, я не имела в виду, захныкала Гермена. Если Картер хочет играть на цент, пусть так и будет, твердо заявила Пэт. Я уверена, что он выиграет. Привет! Поздоровалась Нора. Она не спускалась к обеду. Герми упомянула что-то о ее головной боли. Сейчас Нора улыбалась им, стоя в прихожей. Она вошла с корзинкой для вязания и села в большое кресло под лампу и рояля. Я определенно выигрываю в одиночку битву за Британию, улыбнулась Нора. Это мой десятый свитер. Битва за Британию воздушные бои между британской и германской авиацией осенью 1940 года. Мистер и миссис Райт обменялись удивленными взглядами, а Пэт стала рассеянно ерошить волосы Эллири. «Сдавайте карты», потребовал картер с давленным голосом. По мнению Эллири, игра началась при многообещающих обстоятельствах, учитывая теплую руку в его волосах и выпеченную нижнюю губу картера. И в самом деле, после двух робберов Брэдфорд швырнул карту на стол. «Карт!» ахнула Пэт. «Я еще никогда не слышала, Картер Брэдфорд!» начала Герми. «В чем дело?» удивленно осведомился Джон Ф. «Есть ты не перестанешь прыгать туда-сюда, Пэт!» крикнул картер. «Я не смогу сосредоточиться на этой чертовой игре!» «Прыгать туда-сюда?» с возмущением повторила Пэт. «Карт Брэдфорд!» «Я весь вечер сижу на подлокотнике стула Эллири, не произнося «Если ты хочешь забавляться с его роскошными волосами!» рявкнул Картер. «Почему бы не делать это снаружи при Луне?» Пэт пронзил его взглядом и виновата обратилась к Альри. «Надеюсь, вы простите Картер его дурные манеры!» «Он получил достойное воспитание, но так долго общался с закоренелыми преступниками!» Но внезапно вскрикнула. В арке прихожей стоял Джим Хейт. Костюм висел на нем мешком, рубашка потемнела от пота, он выглядел как человек, бежавший со всех ног под палящим солнцем без какой-либо цели. Лицо Норы напоминало небо, покрытое тучами. Нора! Краснота на щеках Норы стала быстро распространяться, покуда лицо ее не приобрело цвет пламени, никто не двигался и не произносил ни слова. Внезапно Нора прыгнула к Джиму. На момент Элери показала, что она собирается атаковать его в припадке бешенства, но потом он понял, что Нора охвачена не яростью, а паникой. Это был страх женщины, которая давно оставила всякую надежду и просто жила в ожидании смерти, страх перед радостным возрождением. Нора промчалась мимо Джима и понеслась вверх по лестнице. Джим Хейт с торжествующим видом побежал следом. Наступила тишина. Они как живые статуи, подумал Элери. Он провел пальцы между воротничком и шеей, палец влажным. Джон Эф и Герми перешептывались глазами, как мужчина и женщина, научившаяся этому за тридцать лет совместной жизни. Пэт уставилась в пустую прихожую, ее грудь бурно вздымалась. Картер сердито смотрел на нее, словно происходящее между Джимом и Норой. Каким-то образом смешалось у него в голове с происходящим между Ним и Пэт. Наверху послышались звуки, открывающиеся двери спальни, шарканье ног, шагов на лестнице, Нора и Джим появились в прихожей. — Мы собираемся пожениться, объявила Нора. Раньше она была погасшей лампой, а теперь Джим, казалось, повернув выключатель, осветил и согрел ее изнутри. — Немедленно, добавил Джим вызывающим тоном. Его голос был хриплым от напряжения, он покраснел от корней рожеватых волос, до гусиной кожи, под торчащим кадыком, упрямо и воинственно, глядя на Джона Эф и Герми. — О, Нора! — воскликнула Пэт. Она подбежала к сестре и поцеловала ее, смеясь и плача одновременно. Герми улыбалась, застывшей улыбкой трупа. — Будь я проклят! — пробормотал Джон Эф. Поднявшись со стула, он подошел к дочери, взял за руки ее и Джима и застыл рядом с ними с беспомощным видом. — Давно пора, вы, пара психов! — высказался Картер и обнял Пэт за талию. Нора молча смотрела на мать. Внезапно Герми, словно сбросив оковы, подбежала к Норе, оттолкнула Пэт Джона Эф Картера и стала целовать ее и Джима, истерически неся какую-то бессмыслицу, казавшуюся, тем не менее, абсолютно уместной в данной ситуации. Эльри Квин потихоньку ускользнул, чувствуя себя одиноким. Глава шестая Свадьба Райта и Хейта состоится сегодня. Герми планировала свадьбу как генерал в своей ставке, окруженной планами местности и цифрами, представляющими точное количество сил противника. Покуда Нора и Пэт были в Нью-Йорке, делая покупки для приданого невесты, Гермиона вела сугубо профессиональные беседы с мистером Томасом, старостой первой методистской церкви Энди Бербатьяном, одноглазым армянином, владеющим цветочным магазином в Хай-Виллидж, а еще с преподобным доктором Дулитлом относительно репетиции хора мальчиков и всей церемонии миссис Джоунс, поставщицей провизии, мистером Грейси из туристического агентства и самим Джоном Эф по поводу внутрисемейных банковских дел. Методизм одно из направлений протестантизма в Великобритании и США, отделившееся в XVIII веке от англиканской церкви, требуя методичного соблюдения религиозных подписаний. Но это были интендантские обязанности. Кроме того, генеральный штаб переговаривался с райцвиллскими дамами. — Совсем как в кино, дорогая, — изливала свои чувства Герми в телефонную трубку. С самого начала это была всего лишь обычная ссора влюбленных. Да, дорогая, я знаю, что болтают люди, но моей норе незачем гоняться за каждым. Очевидно, вы не помните, как в прошлом году тот красивый молодой социальный работник из Бархарбора? Конечно, нет. Почему мы должны устраивать тихую свадьбу? Они обвенчаются в церкви и, да, поедут на шесть недель в Южную Америку. Джон снова возьмет Джима в банк. Нет, дорогая, в качестве члена правления, конечно, дорогая, по-твоему, я могу выдать замуж мою нору и не пригласить тебя на свадьбу. Субботу, 31 августа, спустя неделю после возвращения Джима в Райтсвилл, доктор Дулитл обвенчал Джима и Нору в первой методистской церкви. Джон Эфф был посаженным отцом невесты, а Картер Брэдфорд шафером жениха. После брак с Читани состоялся прием на лужайке в поместье Райтов. Двадцать негров в форменных тужурках исполняли обязанности официантов. Ромовы и пунш готовили по рецепту, привезенному Джоном Эфф с Бермудских островов в 1928 году. Эмелин Дюпре, облаченная в платье из тонкой кисии и увенчанной тиарой из настоящих розовых бутонов, металась от одной группы к другой, отмечая, как ловко Гермиона Райт выпуталась из деликатной ситуации и как идут Джиму пурпурные тени под глазами. Неужели он пил все эти три года? Как романтично! Кларис Мартин довольно громко заявила, что некоторые рождаются возмутителями спокойствия. Во время приема на лужайке Джим и Нора ускользнули через дверь для прислуги. Эд хоть чкис отвез новобрачных через поселок Слоукем к Нью-Йоркскому эспрессо. Джим и Нора должны были провести ночь в Нью-Йорке, а во вторник отплыть в Рио-де-Жанейро. Эль Риквин выследил пару, когда она садилась в такси Эда. Нора с блестящими от слез глазами цеплялась за руку мужа. Джим с гордым и торжественным видом сажал Нору в машину так и осторожно, словно при менее деликатном обращении она могла Эллири видел также Фрэнка Ллойда. Вернувшись из охотничьей экспедиции, Ллойд накануне свадьбы прислал Герме записку, выражая сожаление, что он не сможет присутствовать на бракосчитании и приеме, поскольку вечером должен уезжать в столицу на конференцию издателей и газет. Глэдис Хэммиогурт, его репортер отдела светской хроники, напишет о свадьбе в архив. Пожалуйста, передайте Нори мои наилучшие пожелания, ваш Эф Ллойд. Но Эф Ллойд, вместо того, чтобы находиться на расстоянии двухсот миль, прятался за плакучей ивой возле теннисного корта подойдет дома Райтов. Эллири ощущал тревогу, что однажды сказала Петти. Фрэнк воспринял это очень скверно, а Фрэнк Ллойд был опасным человеком. Стоя за кленом, Эллири даже подобрал камень, когда Джим и Нора выбежали из кухни, чтобы сесть в такси, но Ива плакала молча, и как только такси скрылось из вида, Эф Ллойд вышел из убежища и направился в лес за домом. Во вторник вечером после свадьбы Пет Райт поднялась на крыльцо Эллири и проговорила сделанной веселости. Ну, Джим и Нора сейчас где-то в Атлантике и вздохнула. Эллири опустился в кресло-качалку рядом с ней. Они молча раскачивались плечом к плечу. Как прошла игра в бридж сегодня вечером? спросила наконец Эллири. Мама ее отменила. Она страшно устала, с воскресенья практически не встает с кровати, а бедный папа возится со своими марками и выглядят совсем потерянным. Я до сих пор не понимала, что значит потерять дочь. Я заметил, что ваша сестра Лола не вернется. Мама ездила к ней Лоу увидит спросить ее. Давайте не будем говорить о Лоле. Тогда о ком мы будем говорить? О вас? Смущенно проблотало пойти. Обо мне? С удивлением переспросил Эллири, затем усмехнулся. Ответ «Да». «Что?» Воскликнула Пэт. «Вы шутите Элли?» «Вовсе нет. У вашего папы проблема. Нора вышла замуж. Дом, который я арендую, сперва предназначался для нее, он считает. О, Элл, вы просто душка. Папа такой трус, он не знает, что делать, и попросил меня поговорить с вами. Джим и Нора хотят жить в их... Ну, я имею в виду, кто мог предвидеть, что все так обернется, как только они вернутся из свадебного путешествия. Но это несправедливо по отношению к вам. Очень справедливо, возразил Элли. Я сразу разъеду. «Нет, нет», запретестовала Пэт, «у вас аренда на полгода, вы пишите романы, мы не имеем права, папа чувствует себя ужасно». «Чепуха», улыбнулся Элли. «Ваши волосы сводят меня с ума, они как шелк-срец, по которому ползают светлячки». На момент застыла, потом отодвинулась в угол качалки и прикрыла юбкой колени. «Ну?» произнесла она странным тоном. Мистер Квин искал спичку. «Это все, просто это необычно, понятно. Мои волосы как шелк. Это просто необычно, передразнил Эпет. Раз так, мне пора бежать, меня ждет карт». Элли быстро встал. «Картера лучше не обижать. Суббота вам подойдет?» «Очевидно, ваша мать захочет обновить дом, а мне придется покинуть райцил, учитывая, что здесь нехватка жилья». «Как глупо!» «С моей стороны!» — воскликнула Пэт. «Забыла самое важное». Она поднялась с качалки и лениво потянулась. «Папа и мама приглашают вас быть нашим гостем. Столько времени, сколько вы захотите. Доброй ночи!» И Пэтти удалилась, оставив мистера Квина на крыльце несчастливого дома в куда лучшем настроении. Глава седьмая Хэллоуин маска Хэллоуин канун Дня Всех Святых 31 декабря отмечаемый как праздник, во время которого принято пугать друг друга, изображая всяческую нечисть. Джим и Нора вернулись из свадебного круиза в середине октября, когда склоны Лысой горы выглядели охваченными пламенем и в городе повсюду ощущался запах горелых листьев. Ярмарка штатов Слоу Кемми была в самом разгаре. Черно-белая молочная корова Джесса Откинса Фанни Девятая завоевала первый приз, чем гордился весь рай Цилл. Ребятишки щеголяли покрасневшими руками, не желая надевать перчатки, ночи стали холодными, а звезды отливали морозным блеском. За городом виднелись грядки с тыквами, похожими на оранжевых человечков с Марса. Секретарь городской корпорации Эймос Блофилд, дальний родственник Гермионы, услужливо скончался от тромбоза 11 октября, обеспечив традиционно важные осенние похороны. Нора и Джим сошли с поезда смуглыми, как гавайцы. Джим усмехнулся при встрече тесте. Какой маленький комитет по встрече! Эти дни город думает о другом, Джим, отозвался Джон Ф. Завтра регистрация призывников. Господи! Пахнула Нора. Вот и появился повод для беспокойства. Родержала Джима за руку всю дорогу на холм. Весь город кипит от возбуждения, сообщила Герми. Нора, малышка, ты чудесно выглядишь. Это соответствовало действительности. Я прибавила десять фунтов, засмеялась Нора. Как замужняя жизнь, осведомился Картер Брэдфорд. Почему в тебе не жениться и не попробовать самому Картер? откликнула Снора. Пэт, дорогая, это просто восхитительно. Какой у меня шанс, буркнул Картер, когда в доме торчит от велеречивой писака. Неравное состязание, усмехнулся Джим. В доме? воскликнула Нора. Мама, ты мне об этом не писала? Это самое меньшее, что могли сделать, Нора, отзвалась Герми, учитывая то, что как любезно он согласился отказаться от аренды. Он славный парень, сказал Джон Ф. Вы привезли какие-нибудь марки. Нора, отделайся от них, нетерпеливо прервала Пэт, и пойдем куда-нибудь пошуршукаться. Подожди, пока увидишь, что мы привезли с Джимом. Нора выпчела глаза, когда семейный лимузин остановился на подъездной аллее Райтов. Джим, смотри. Это сюрприз для вас. Маленький дом рядом с Большим сверкал на октябрьском солнце. Его перекрасили заново. Деревянные стены стали ослепительно белыми, а ставни ярко-красными. На зеленом фоне лужайки он походил на очаровательный рождественский подарок. Выглядит превосходно, одобрил Джим. Нора улыбнулась ему и крепче стиснула ему руку. «Подождите, дети, пока не посмотрите, что внутри», сказала сияющая Герми. «Дом стал как новый», подхватил Ипот. «Готов к приему влюбленных Нора, перестанет ведь он такой красивый», схлепывала Нора, обнимая отца и мать. Она вытащила мужа из машины, чтобы обследовать интерьер дома, простоявшего пустым, если не считать краткого пребывания в нем Квина три ужасных года». За день до возвращения новобрачных Эльри Квин упковал дорожную сумку и сел в полуденный поезд. Исчезновение выглядело при нынешних обстоятельствах крайне деликатным, что не применило отметить Пэт. Но Квин вернулся 17 октября на следующий день после общенациональной регистрации призывников, застав в маленьком домике смех и суету и не обнаружив никаких признаков, по которым его еще недавно именовали несчастливым домом. «Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы уступили нам дом, мистер Смит», сказала Нора. Пятнышко на ее вздернутом носе свидетельствовало о занятии хозяйством. «Ваш великолепный вид для меня лучшая награда, льстец», фыркнула Нора, поправив крахмальный передничек. «Я выгляжу кошмарно». «Только для слабых зрений». «Где счастливый супруг?» «Джим забирает свои вещи на вокзале». Перед отъездом из нью-йоркской квартиры он упаковал книги, одежду и все прочее и отправил их в Райтсвилл почты до востребования. До тех пор они хранились в багажном помещении. А вот он сам. «Джим, ты все забрал?» Джим помахал рукой из такси Эда «Хотчкиса», нагруженного чемоданами, ящиками и сундуком с одеждой. Эд и Джим стали вносить вещи в дом. Эльдери отметил, как прекрасно Джим выглядит, а Джим дружески пожал ему руку, поблагодарив за то, что он так любезно согласился перебраться из дома. Нора пригласила мистера Смита остаться на ленч, но мистер Смит засмеялся и ответил, что воспользуется приглашением, когда супруги не будут так заняты устройством. «Сколько ящиков, Джим!» воскликнула Нора, когда Эльдери уходил. «Никогда не знаешь, сколько у тебя книг, пока не начнешь упаковывать», отозвался Джим. «Эд, отнеси, пока эти ящики в подвал, ладно». Последние, что видел Эльдери, были Джим и Нора в объятиях друг к другу. Эльдери усмехнулся. Если в стенах дома новобрачных таилось несчастье, то оно спряталось чертовски хорошо. Эльдери с новой энергией занялся романом. За исключением приема пищи он не покидал свои апартаменты на верхнем этаже, которые Герми целиком и полностью предоставила в его распоряжении. Герми, Пэт и Луди слышали, как часами стучит его портативная пишущая машинка. Эльдери редко видел Джим и Нору, но за обедом напрягал слух в поисках каких-либо диссонансов в семейных отношениях. Однако Джим и Нор оказались счастливыми. Джим обнаружил в банке поджидающий его кабинет с новым дубовым письменным столом и бронзовой табличкой с надписью «Мистер Хейт вице-президент». Старые клиенты заходили пожелать ему удачи и спросить о Норе не без надежды на повод для сплетен. Маленький дом также пользовался популярностью. Дамы с холма приходили одна с другой, а Нора угощала их чаем и улыбками. Глаза посетительниц обшаривали углы в поисках пыли и отчаяния, но не находили ни того, ни другого. А Нора посмеивалась над их разочарованием. Герми очень гордилась замужней дочерью. В итоге Эль-Ликвин решил, что у него попросту разыгралось воображение и что несчастливый дом навсегда канул в прошлое. Он начал изобретать преступления для своего романа, поскольку жизнь не давала подходящего материала, но так как ему нравились все персонажи, он был этому только очень рад. 29 октября пришло и ушло, а вместе с ним и опубликованные результаты федеральной лотереи призыва в Вашингтоне. Джим и Картер Брэдфорд вытянули далекие порядковые номера. Рано утром 30-го числа Элли Квина Квина видели в отеле Холлис, куда он зашел за Нью-Йоркской газетой. Прочитав ее он, по словам сына Марка Дудла Гровера, пожал плечами и отшвырнул газету подальше. 31 октября было безумным днем. Обитатели холма с утра до вечера отвечали на таинственные звонки в дверь. На тротуарах появились угрожающие рисунки цветными мелками. Вечером по городу начали носиться наряженные гномами мальчишки с раскрашенными лицами. Их старшие сестры сетывали на исчезновение пудры и губной помады, а многие гномы отправились спать с ноющими от шлепков задницами. Веселье отдавало ностальгии, и Эллири перед обедом бродил по окрестностям, жалея, что не может вновь стать юным и наслаждаться шаловливыми радостями Хэллоуина. На обратной дороге к дому Райтов он заметил, что в домике Хэйтов горит свет и, повинуясь импульсу, зашагал по дорожке и позвонил в свой бывший звонок. Но дверь открыла не Нора, а Пэт. Я думала, вы сбежали от меня, пожаловалась она. Мы совсем перестали вас видеть. В какой-то момент Эллири не мог отвести от нее глаз. Что дальше, покраснев осведомился Пэт, вы окончательно чокнулись. Нора пришел знаменитый писатель. Входите, откликнулась Нора из гостиной. Эллири застал ее, с трудом удерживающий охапку книг и пытающийся подобрать еще несколько из стопок в беспорядке стоящих на полу. Позвольте вам помочь, предложил Эллири. «Нет, спасибо», отказалась Нора. «Лучше просто наблюдайте за нами». Она потащила сверх по лестнице. «Нора превращает вторую спальню наверху в кабинет для Джима», объяснила Пэт. «Она тоже подбирала книги с пола, а Эллири лениво изучала названия тех, что уже стояли на полках, да, Нора спустилась за очередной партией». «А где Джим?» Нора спросила. «В банке», ответила та, наклоняясь, «ужасно важное собрание директоров». В этот момент верхняя книга соскользнула с пачки, которую она держала в руках, за ней посыпалось еще несколько, и половина пачки вновь оказалась на полу. «Смотри, Нора!» воскликнула Пэт. «Письма?» «Где?» Из упавшего объемистого тома в коричневом матерчатом переплете выпали три конверта. Нора с любопытством подбрала их, они не были запечатаны. «Всего лишь старые конверты», констатировала Пэт. «Давай займемся книгами, Нора, иначе мы никогда с ними не покончим». Но Нора нахмурилась. «Внутри что-то лежит». «Пэт, это книги Джима. А что, если...» Она достала лист пищи и бумаги из одного конверта, разгладила его и стала медленно читать про себя. «В чем дело, Нора?» полюбопытствовал Элли. «Не понимаю», тихо ответила Нора. Вернув письмо в конверт, она достала такой же лист из второго конверта, прочитала его, положила на место и достала третье письмо. Когда она убирала его в конверт, ее щеки имели цвет сырого песка. Пэт и Элли обменялись озадаченными взглядами. «Бу!» Нора с криком повернулась. В дверях скрючивший стоял человек в страшные маски из Папьемаше. Вытянув вперед руки, он угрожающе сжимал и сжимал кулаки. Глаза Норы закатились, и она медленно села на пол, все еще сжимая три конверта. «Нора!» Джим сорвал нелепую маску. «Я не хотел!» «Ты болван, Джим!» Пэт опустилась на колени рядом с неподвижным телом сестры. «Нора, дорогая, это была шутка!» «Осторожно, Пэт!» хрипло попросил Джим. Подняв обмякшее тело Нору, он быстро понес его вверх по лестнице. «Это всего лишь обморок», произнес Элли, когда Пэт помчалась в кухню. «С ней все будет в порядке!» Пэт вернулась стаканом воды, расплескивая ее вверх. Пэт последовала за ним. Они нашли Нору на кровати, бьющейся в истерике. Джим растирал ей руки, ругая себя, на чем свет стоит. «Прошу прощения!» Элли отодвинул Джима плечом и поднес стакан к синеватым губам Норы. Она пыталась оттолкнуть его, но он шлепнул ее по руке. Нора вскрикнула, однако довяз выпила воду, потом откинулась на подушку и закрыла лицо руками. «Уйдите!» всхлипнула она. «С тобой все в порядке?» с тревогой спросила Пэт. «Пожалуйста, уходите!» «Оставьте нас вдвоем», попросил Джим. Нора опустила руки. Ее лицо покраснело и опухло. «Ты тоже уйди!» Джим уставился на нее. Пэт вывел его из спальни. Элли нахмурившись закрыла с собой дверь, и они все спустились вниз. Джим подошел к шкафчику с напитками, налил себе неразбавленный скотч и выпил его залпом. «Ты же знаешь, какая нора нервная!» упрекнул его Пэт. «Если ты не выпил лишнего сегодня вечером...» «Кто выпил лишнего?» рассверепел Джим. «Не вздумай говорить, норишь ты, я пьян, понятно». «Да, Джим», спокойно ответила Пэт. Подойдя к подножью лестнице, она посмотрела вверх. Джим ходил взад-вперед, Элли насвистывал беззвучную мелодию. Внезапно появилась нора. «Тебе лучше?» воскликнула Пэт. «Гораздо». Нора, улыбаясь, спустилась по лестнице. «Простите меня, мистер Смит, я просто испугалась от неожиданности». Джим заключил ее в объятии. «О, нора, забудь об этом, дорогой!» засмеялась нора. Трех конвертов нигде не было видно. Глава восьмая Хэллоуин Алые буквы В семнадцатом и восемнадцатом веках в британских колониях Северной Америки алую букву А заставляли носить женщин, увлеченных в адультере. Алые буквы роман американского писателя Натаниэля Хортона 1804-1864 год. Когда Джим и нора поднялись на крыльцо после обеда, нора казалась бодрой. «Петра сказала мне об этой глупой маске, Джим Хайт», сообщила Герми. «Нора, дорогая, ты уверена, что с тобой все в порядке? Конечно, мама, столько суеты из-за испуга». Джон Эф из-под тяжка озадаченно разглядывал зятя. Джим усмехался и выглядел слегка глуповато. «Где Картер, Пет?» осведомилась Герми. «Разве он не собирался идти с нами сегодня вечером в ратушу?» «У меня разболелась голова, мама. Я позвонила Картеру и сказала, что лягу спать. Спокойной ночи». Пет быстро вошла в дом. «Пойдемте с нами, Смит», предложил Джон Эф. «Будет выступать хороший лектор, один из военных корреспондентов». «Спасибо, мистер Райт, но я должен поработать над своим романом. Желаю приятно провести время». Когда новый автомобиль Джима плавно покатился вниз холма, Элли Рюквин спустился с крыльца Райтов, при свете, похожей на тыкву луны, пересек лужайку и обошел вокруг дома норы, обследуя окна. Всюду было темно, значит, Альберта уже ушла. В четверг у нее был свободный вечер. Открыв отмычкой кухонную дверь, Элли запер ее за собой, осторожно пользуясь фонариком, направил через холл в гостиную и бесшумно поднялся наверх. На площадке он остановился и нахмурил брови. Под дверью спальни норы виднелась полоска света, Элли прислушался. Внутри выдвигали и сдвигали ящики. Вор! Еще одна шалость в Хэллоуин. Сжимая в руке фонарик как дубинку, Элли открыл дверь пинком. Мисс Патриция Райт, согнувшаяся над нижним ящиком туалетного столика норы, с криком выпрямилась. Привет! Дружелюбно произнес Элли. Червяк! Фыркнула Пэт. Я чуть не умерла от страха. Она покраснела под его насмешливым взглядом. По крайней мере у меня есть оправдание, я ее сестра, а вы, вы просто суете нос в чужие дела, мистер Эллирик Инн. Челюсть Эллири отвисла. Маленькая чертовка, с восхищением произнес он. Вы все это время знали, кто я? Конечно, взвала Спэт. Однажды я слышал вашу лекцию о месте детективной литературы в современной цивилизации. Она была напыщенной до невозможности. Колледжи. Уэлсли. Сары Лоренс, тогда вы показались мне очень красивым. Так проходит мирская слава. Не волнуйтесь, я не собираюсь разоблачать ваше драгоценное инкогнито. Эллири с чувством поцеловал ее. М-м-м, протянуло так недурно, но не ко времени. Нет, прошу вас, Эллири, как-нибудь в другой раз эти письма. Вы единственной кому я могу довериться. Папа и мама умерли бы от беспокойства. А Картер Брэдфорд, сухо осведомился Эллири Квинн, Пэт Райт покраснела. Не хочу, чтобы Картер знал, что что-то не так, если соответствует действительности, быстро добавила она, а я в этом не уверена. А по-моему, вполне уверены, возразил Эллири. Восхитительная помада. Вытрите ее. Да, уверена, признала Пэт. Почему Нора не сказала, что в этих письмах? Почему она вернулась в гостиную без них? Почему она выставила всех нас из спальни? Эллири, я боюсь. Он стиснул ее холодные руки. Давайте поищем письма. Он обнаружил их в одной из шляпных коробок Норы. Коробка стояла на полке стеного шкафа, а три конверта были засунуты между оберточной бумагой и днищем под маленькой шляпкой с цветами и пикантной фиолетовой валью. Весьма неуклюжая техника, заметил мистер Квинн. Дняжка, Нор, кубы под были бледными, дайте взглянуть. Эллири передал ей три письма. В верхнем правом углу каждого конверта, где должна была находиться Марка, виднелась дата, проставленная красным карандашом. Пэт нахмурилась. Эллири забрал у нее конверты и расположил их в хромологическом порядке, согласно датам 28 ноября, 25 декабря и 1 января. Все три пробормотала Пэт адресованы мисс Розмэри Хайт. Это единственная сестра Джима. Мы никогда с ней не встречались, но странно, что не указаны ни улица, ни город. Эллири сдвинул брови. Куда более странно, что воспользовались цветным карандашом. О, Джим всегда пользуется тонким красным карандашом вместо ручки. У него такая привычка. «Значит, имя сестры на конвертах написано его почерком?» «Да, я где угодно узнаю каракули Джима, ради бога, Эллири, что внутри?» Эллири извлек содержимое первого конверта слегка скомканной норой, когда она упала в обморок. «Краткое послание», по словам Пэт, также было написано рукою Джима и снова красным карандашом. «Двадцать восьмое ноября. Дорогая сестренка, я знаю, что прошло много времени, но ты не можешь себе представить, как я спешил. Успел черкнуть тебе всего несколько строчек, так как моя жена сегодня заболела. Доктор не знает, в чем дело, будем надеять, что ничего страшного нет. Разумеется, я буду держать тебя в курсе дела. Напиши мне поскорее. С любовью, Джим». «Не понимаю», медленно произнесла Пэт. «Нора никогда не чувствовала себя лучше. Мы с мамой на днях как раз об этом говорили». «Нора давно не посещала доктора Уиллобе». «Да нет, разве только... Но нет, я уверен, что не посещала». «Понятно», бесстрастно промолвил Элли. «Кроме того, это дата. Двадцать восьмое ноября. Ведь через месяц, Элли, откуда Джим может знать?» Пэт оборвала фразу. «Откройте второй конверт». Второе письмо оказалось еще короче первого, но было написано тем же красным карандашом и теми же каракулями. «Двадцать пятая декабря». «Не хочу огорчать тебя, сестренка, но должен сообщить, что моей жене стало хуже. Она серьезно больна. Мы делаем все возможное. Извини, я очень спешу, Джим». «Очень спешу», повторила Пэт. «А письмо датировано двадцать пятом декабря». Взгляд Эльри омрачился, и он быстро отвел его. «Откуда Джим может знать, что Нори станет хуже, когда она еще даже не заболела?» воскликнул Пэт. «И за два месяца до того?» «Думаю», отозвался Эльри, «нам лучше прочитать третье письмо». Он достал лист бумаги из последнего конверта. «Что там, Мэлли?» Он передал ей письмо и начал мерить шагами спальню Норы, нервно попыхивая сигареты. Пэт прочитала письмо широко открытыми глазами. Как и предыдущее, оно было написано красным карандашом и почерком Джима. «Первое января. Дорогая сестренка, моя жена умерла, она скончалась сегодня, и последние минуты были. Больше не могу писать. Приезжай ко мне, если можешь, Джим». «Не надо, дитя мое!» Элли обнял Пэт за талию. «Что это значит?» всхлипывала она. «Перестаньте их ныкать!» Пэт отвернулась, пряча лицо. Элли вернул послание в конверты и положил их на прежнее место. Потом поставил шляпную коробку на полку, в стенном шкафу, закрыл ящик туалетного столика, в котором рылась Пэт, и поправил ручное зеркальце норы. Снова оглядевшись, он вывел Пэт из комнаты, повернув выключателю двери. «Когда вы пришли, дверь была открыта?» спросил Элли. «Закрыта». С давленным голосом ответила Пэт. Элли закрыл дверь. «Подождите, где-то толстый коричневый том, откуда выпали конверты? В кабинете Джима». Казалось, Пэт с трудом произнесла имя зятя. Они нашли книгу на одной из полок, недавно установленных в спальне, которую нора переделала в кабинет для мужа. Элли включил настольную лампу под слюдиным колпачком. Пэт вцепилась ему в руку, глядя через его плечо. «Книга в отличном состоянии», заметил Элли, сняв том с полки. «Материя совсем не выцвела, и края страниц чистый». «Что это за книга?» прошептала Пэт. «Токсикология, Эджко Ома». «Токсикология, наука о ядах». «Токсихология?» Пэт в ужасе уставилась на книгу. Элли тщательно обследовал переплет, потом позволил книге раскрыться у него в руках. Она открылась на странице с загнутым уголком, единственной, которую ему удалось найти. На корешке образовалась глубокая трещина, соответствующая месту, где книга раскрылась. Следовательно, три конверта лежали между этими двумя страницами, подумал Элли. Он начал читать про себя. «Зачем Джиму Хейту могла понадобиться книга по токсикологии?» свирепо осведомил Спэт. Элли посмотрел на нее. На этом развороте описываются различные соединения мышьяка, формулы, болезнетворные эффекты, возможности обнаружения в органах и тканях, противоядие, смертельные дозы, лечение болезней, возникающих в результате отравления мышьяком. «Отравление?» Элли положил книгу под лампу и указал пальцем на слова, набранные жирным шрифтом «Отись мышьяка АС-2-О-3». Его палец скользнул вниз к абзацу, описывающему «Отись мышьяка» как белую, безвкусную, ядовитую и указывающему смертельную дозу. Абзац был подчеркнут светло-красным карандашом. С трудом шевеля скривившимися губами, Пэт четко произнесла «Джим собирается убить нору». Часть вторая Глава девятая Сожженное письмо «Джим собирается убить нору». Элли поставил книгу на полку. «Чепуха!» отозвался он стоя спиной к Пэт. «Вы же сами видели письма, вы прочли их». Квин вздохнул. Они спустились в темноту, его рука обнимала девушку за талию. В небе по-прежнему светила луна и холодно мерцали звезды. Пэт вздрогнула и Элли сильнее прижал ее к себе. Они пересекли залитую серебристым сиянием лужайку и остановились под самым высоким вязом. «Посмотрите на небо», посоветовал Элли, «и скажите мне это снова». «Не пичкайте меня философией и поэзией. Мы находимся в добрых, старых Соединенных Штатах в 1940 году. Нашего безумия Джим безумен, иначе быть не может». Она заплакала. «Человеческий разум», начал Элли и умолк. Он хотел сказать, что человеческий разум странный и причудливый инструмент, но вовремя сообразил, что фраза прозвучала бы двусмысленно. Факт состоял в том, что все выглядело очень и очень скверно. Нора в опасности вскрипнула Пэт. «Элли, что мне делать?» «Возможно, Пэтси время раскопает для нас несколько костей правды, но я не могу справляться в одиночку. Вы же видели, Элли, как восприняла все это Нора, она позеленела от страха, а потом вела себя так, будто бы ничего не случилось. Понимаете, она решила не верить этому. Если вы ткнете и в нос эти письма, Нора ничего не признает, ее разум открылся только на момент, теперь он закрыт наглухо, и она будет лгать даже Господу Богу». «Да, это так кинул Элли, чьи объятия хоть немного утешали Пэтси. Джим был так влюблен в нее. Вы же видели его лицо, когда они спустились объявить, что собираются пожениться. Он был счастлив, а когда вернулись из свадебного путешествия, он казался еще счастливее». Голос Пэтси перешел в шепот. «Может быть, он сошел с ума, а? Стал опасным маньяком?» Элли промолчал. «Как мне рассказать папе и маме? Это убьет их и не принесет никакой пользы, но я должна им сообщить». В темноте послышался звук автомобиля, взбирающегося на холм. «Вы позволяете вашим эмоциям, Пэт, вторгаться в мыслительные процессы», сказал Элли. «Подобные ситуации требуют наблюдения и сдержанности». «Не понимаю». «Одно ложное обвинение, и вы можете разрушить жизнь не только Джима и Норы, но и ваших родителей». «Да, а Нора ждала так долго». «Повторяю, будем надеяться на время и наблюдать, а пока пусть все остается между нами». Корция сказал «между нами». В голосе Элли звучали нотки сожаления. «Похоже, я заявил о своем участии». «Неужели вы теперь дадите задний ход?» «С того ужасного момента я рассчитывала ведь у вас колоссальный опыт в таких делах. Пожалуйста, не отказывайтесь». Пэт встряхнула его. «Я ведь сказал между нами, не так ли?» почти с раздражением произнес Элли «Что-то было не так. Звук автомобиля исчез, он так и не проехал мимо. А теперь постарайтесь выплакаться, чтобы потом не проронить ни одной слезинки». «Понятно?» «Да, если раз он встряхнул ее». «Да», схлипнула Пэт. «Я плаксивая дура. Простите, вы не дура, вам придется быть героиней, не выдавать себя ни словом, ни взглядом, ни поведением. Для всего остального Райт свела эти писем не существует. Джим, ваш зять, вы его любите и радуетесь за него и нору». Она кивнула, прижимаясь к его плечу. «Мы не должны ничего рассказывать ни вашим родителям, ни Фрэнку Лойду, не...» Пэт вскинула голову. «Никому?» «Нет», Эльдерин охмурился. «Я не могу принять такое решение за вас». «Вы имеете в виду карта?» «Я имею в виду прокурора округа Райт». Оба замолчали. Луна опустилась ниже, теперь ее прикрывали сероватые борки облака. «Мне даже в голову не приходило рассказывать об этом картеру», пробормотала Пэт. «Не знаю, не член семьи». «Я тоже не член семьи», напомнил Клин. «Вы другое дело». Эльдерин невольно ощутил удовлетворение, но его голос остался бесстрастным. «В любом случае, Пэт, вы должны стать моими глазами и ушами. Проводите как можно больше времени с Норой, не возбуждая ее подозрений. Потихоньку наблюдайте за Джимом. Сообщайте мне обо всем и старайтесь по возможности приглашать меня на и все поняли». Пэт улыбнулся. «Я вела себя глупо. Тебе все не кажется таким ужасным, когда я стою с вами под деревом и свет от луны играет на вашей правой щеке. Знаете, Эльди, вы очень красивый». «Тогда какого черта ты его не целуешь?» проворчалась темноты мужской голос. «Карт», Пэт прижалась к черному стволу вяза. Где-то совсем рядом слышалось короткое напряженное дыхание Братфорда. «Это слишком абсурдно», подумал Эль Реквин. «Логически мыслящему человеку следует избегать подобных ситуаций». Но, по крайней мере, выяснилось раздражающее обстоятельство, связанное с исчезнувшим звуком. Это был автомобиль Картера Братфорда. «Но он действительно красивый», голос Пэт донес из ствола дерева. Эль Рю усмехнулся про себя. «Ты солгала мне?» крикнул Картер. Он наконец появился в поле зрения без шляпы и с склокоченными каштановыми волосами. «Не прячься за кустом, Пэт! Я не прячусь!» Сердито откликнул Спэт. «Это не куст, а дерево!» Она тоже вышла из темноты и оба уставились друг на друга. Эль Лир наблюдал за ними с молчаливым интересом. «Ты сказала мне по телефону, что у тебя разболелась голова?» «Да». «Ты сказала, что собираешься лечь спать?» «Да». «Не увиливый». «Вы не придирайтесь к мелочам, мистер Братфорд». Руки Картера взметнулись к ненужелюбным звездам. «Ты лгала, чтобы отделаться от меня, хотя бы было назначено свидание с этим писакой. Не отрицай этого». «Я не отрицаю», голос подсмягчился. «Я лгала тебе, Картер, но не назначала свидание Элли». «Как ни странно, это правда», заметил тот со своего наблюдательного пункта. «А вы, Смит, лучше помалкивайте», рябкнул Картер. «Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не уложить вас на лужайку». Мистер Смит усмехнулся и промолчал. «Да, я ревную», продолжил Картер. «Но ты не должна быть такой змеей, Пэт. Если я тебе не нужен, так скажи». «Дело совсем не в том, нужен ты мне или нет», робко отзвалась Пэт. «Так все-таки да или нет?» Пэт опустила глаза. «Ты не имеешь права спрашивать мне об этом здесь и сейчас. Тебе ведь не нужна змея, верно? Ладно, поступай, как знаешь. Картер, я ухожу», сердито рявкнула. Пэт побежала к большому белому дому. «В каком-то смысле все это к лучшему», сказал себе Эльри, наблюдая за ее стройной фигуркой, мчащейся по лужайке. «Ты сам не знаешь, во что ты ввязываешься?» «А мистер Картер Брэдфорд, когда ты встречишь его в следующий раз, может оказаться опасным врагом». На следующее утро, вернувшись с прогулки перед завтраком, Эльри обнаружил Нору и ее мать перешептывающимися на крыльце дома Райтов. «Доброе утро!» весело поздоровался он. «Понравилась вчерашняя лекция?» «Было очень интересно». Нора выглядела расстроенный, а Герми озабоченный, поэтому Эльри направился к двери. «Мистер Смит!» остановила его Герми. «Боже, я не знаю, как об этом сказать. Нора, дорогая!» «Эльри, что произошло здесь прошлой ночью?» спросила Нора. «Произошло?» Эльри изобразил недоумение. «Я имею в виду между Пэт и Картером. Вы были дома». «Что-нибудь не так с Пэт?» быстро осведомился Эльри. «Конечно!» «Она не спустилась к завтраку и не отвечает ни на какие вопросы. А когда Пэт в таком настроении...» «Это все из-за Картера» вмешалась Герми. «Ее головная боль вчера вечером мне сразу показалась странной. Пожалуйста, мистер Смит, если вы что-то знаете, если что-то случилось после того, как мы ушли в ратушу...»